А мы идём, шагаем по Москве. А мы идём на автобус, поедем в садик и в школу. Всем желаем хорошего дня и хорошее настроение. Ребята, у нас уже день. На улице плюс 3 градуса. Такая теплынь. У нас даже, видите, немножко земля показалась. В целом, я еду в город. Всем привет ещё раз. В целом, у нас уже вечер. Я уже сходила в садик, уже кое-какие домашние дела сделала. Сейчас затопила печку, буду готовить, кушать что-нибудь. Но я хочу сварить рис. И помните курицу, которую... Нет, доча, ленивые голубцы ещё ничего не делала. Надо покупать сначала всё для них. В целом... Так, в целом. Достала я эту курицу. Сейчас в микроволновке размораживаю и буду готовить с рисом. Там Оксаночка, Оксаночка, скажи всем привет. Да. Стоит, прячется от всех. Погода у нас на улице вообще чудесная. Но ходить пешком, это ужас какой-то. Особенно возле домов страшно то, что снег сыпется, крыш спадает. Дорогие друзья, и у меня для вас ещё одна новость. Мне американцы предложили хорошую рекламу. Маму, дорогоплачиваемую. Поэтому пока ничего рассказывать не буду. Жду от них ответа. Но это классно. Вы представляете? Я очень рада. Вообще прям очень рада. Надеюсь, что и вы со мной тоже порадуетесь. Ладно. Сейчас буду готовить. Приготовлю и покажу, что я приготовила. А вы обязательно напишите то, что вы приготовили. Мне будет тоже очень интересно. Так, дорогие мои друзья. Курочка моя. Я её сначала обжарила. Потом лук обжарила. Сейчас залила томатным соусом. И накрываю крышкой. Да. Накрываю, кстати, коричневой крышкой. А не зелёной. Про которую вы все так думали. Это я занесла с летней кухни. А это другая крышка. Которую все думали, вроде она была коричневая. Да, она и была коричневая. А это другая крышка, на которой я делала эксперимент. Ладно. Продолжаем готовить кушать. А здесь я уже сварила рис. И добавила сливочного масла. Сейчас размешаю. И будет готово. И будем ждать, когда приготовится курочка. По рекомендации моих подписчиков, я последний раз купила пропаренный рис. И мне сушить он понравился. Раньше я брала белый рис обычный. То, что он дешевле. Пропаренный немножко дороже. Но пропаренный он не так сильно разваривается. Вот я сейчас приготовила. Вообще сушить классно. Добавила ещё сливочного масла туда полпачки. Растаяла, размешала. И вообще вкуснятина будет. С курицей, мне кажется, очень-очень вкусно будет. Ладно. Я ещё сегодня, кстати, достала мясо. Хочу перекрутить через мясорубку. Сейчас вам покажу. Видите, вот это вот у меня, это свинина. Я тогда покупала, кусочками резала. А вот это вот, это у меня всё курица-филе. Что я последние разы накапливала. Вот хочу перекрутить и сделать фарш опять. Хоть немножко, но что-то можно приготовить. Всё, ребята. Приготовила я курицу в томатном соусе. Тут ещё даже подлива осталась. Все, кто захотят, и курица осталась себе добавят. Вот, также рис остался. Ну, вот я наложила порциону. Вот это вот моя порция. Я стараюсь есть вот такую порцию 2-3 раза в день, не больше. Потому что пытаюсь похудеть. Ну, ладно. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Всем-всем-всем доброе утро. Мы опять идём на остановку, на автобус. Кто в садик, кто в школу. Но птички чирикают. Да, Мариночка. С утра уже начали птички чирикать. Сейчас, сейчас, Ваня, сейчас. У нас тут, видите, немножко земля подтаяла. И поэтому идём. Тайсон совсем и здоровый. Это мой мальчик. Да. Да. Всем ещё раз привет. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. У нас время уже обед, 12 часов дня. Я сходила в магазин. Сейчас расскажу. Вот пакет принесла, то, что я. У меня знакомая, магазин работает, а у них корова. И она мне написала, Настя, может, тебе молоко надо. Я сразу сказала, конечно, мне домашнее молоко-то надо. И вот я у неё сегодня заказывала 3 литра молока. И она привезла ещё творог. Свой, домашний, свежий. Потом хочу... Сегодня, наверное, уже нет. А завтра, наверное, блинчики с творогом сделаю. И вот за это будет 230 рублей. Мы с ней договорились. Ну, как бы поговорили. Я говорю, а можно будет у тебя брать? А потом ты будешь записывать. А я зарплату получать и отдавать сразу же. Своё молоко домашнее какое-то классное. Они тут на автобазе живут. И вот мы с ней договорились, что я когда мне надо будет, буду ей писать, и она будет мне привозить. Вот такая вот баночка молока стоит 150 рублей. 3 литра. Домашнее молоко это классно. А творог тут вообще. Сегодня вот попробуем. Сметанку надо купить. А мне вообще спросить, может, у них сметана ещё на продажу есть? Я бы ещё сметану, конечно, бы попрала. Так что вот так вот. Сейчас будем заниматься. Сейчас сначала кофе попью с домашним молоком. А потом будем заниматься уже домашними делами. Нам у меня сегодня у девочек в зале там поприбирать всё. Игрушки поубирать. Вещи постирала, положила на диван. Надо разобрать их по шкафам. Так что работы много. Сейчас у детей сегодня последний день. Сегодня пятница получается. И у них каникул начинается. Будет дома. Постоянно находиться. Будет маме помогать. Ладно, пью кофе. Занимаемся домашними делами. Знаете, что я сегодня ещё купила? Купила дешёвый хлеб. Хочу сделать вкусные сухарики. Если вам будет это интересно, то оставайтесь со мной. Рецепт мне подруга подсказала. Я когда пришла к ней, у неё вкусные сухарики. Я говорю, ты сама и делаешь? Она говорит, да. И спросила у неё рецепт, как она делает. Поэтому, если вам интересно, то оставайтесь с нами. Обязательно покажу, как я их буду делать. Села немножко отдохнуть. И вот что хотела поговорить. Вы мне просили показать детские фотографии. Представляете, у меня фотографий детских-то и нет. У меня там есть буквально парочку. Я не знаю даже, стоит смысл их показывать или нет. В Красноярске меня не фоткали. Там у меня, по-моему, одна только школьная есть и всё. А в деревне тоже фотоаппарата почти не было. И тоже мало фоткали. На, постричь, по идее, пособирайтесь все фотографии. Может, тучек 5-то и наберётся. Но не больше. Так что вот так вот. И по поводу рассады. Сегодня будем обязательно досаживать остальную рассаду. И я не знаю, что у меня происходит с перцами. Сейчас я вам их обязательно покажу. А вы подскажите, что это такое. Пришла к Егору в комнате. И смотрите. Такое ощущение, как будто шляпки кто-то объедает. Ничего не понимаю, что за фигня. Видите, пару штук осталось. Остальные как будто кто-то объела. Кто объедает, непонятно. Блин, вообще прям расстроилась, когда увидела это. Вчера ещё более-менее была. А сегодня вот такие вот шляпки. Или котёнок объедает. Или чё, я ничего понять не могу. Ну, вот такая вот фигня. Эти сейчас попозже пересажу. Которые ещё более-менее живые остались. А чё с остальными? Придётся заново всю рассаду садить. Короче говоря, или уже не париться, купить, блин. Вообще расстроилась очень сильно, если честно. Вот смотрите, она даже здесь не даёт мне ни одной побыть. Да, Василиска? Даже сюда припёрлась у Егора в комнате. Вот, кстати, вон её гитара висит. И киса со мной здесь. Сегодня пришлось эту кису мыть. Потому что лазит, где не надо. Вся чёрная была. В печку залезла. Пришлось помыть её сегодня. Помыла, но она не царапается. Ничего, как бы у неё своя шампунь есть. И моем её своей шампунькой. Да, Василиска? Она любит у Егора здесь на койке скакать. Ой, Господи. У Егора тут всегда темно. Он всегда шторы закрывает. Говорит, так, говорит, хоть не сильно жарко. Прохладно становится. И Василиса здесь у него на койке любит скакать, как сывраска. Да? Ладно. Я сегодня стиралась уже трижды. Воду устала вытаскивать. Сейчас последний раз постиралась. Надо бы воду вытащить. Но сейчас уже Егора подожду. Потому что самой уже всё запыхалось сегодня уже. Но зато постирала. Постельную я постирала, детскую я постирала. А так в целом нормально. Видите, весь коридор завешено. Бельё вообще тут никак. Тут, считайте, раз, два, три, четыре, пять верёвок. Шесть верёвок. И вот все завешено. Вот так вот. А вот там вот, вот это вот чудо любит здесь валяться. Да, Василиска? Всю койку сборонила, козюля. Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. Носится, как стомошара и опокойки. Китаянка. Это китаянка. Смотрите, смотрите, смотрите. Ай, нападает на меня. Шаловливая такая, играющая, игручая такая. Любит поиграться. Вообще любит играться. Ну, я знаю, что вам не нравится наша кошка. Ну, это наша кошка. Это наше домашнее животное, которое мы тоже очень сильно любим. Видите, что делает у Егора здесь? Зависает. Так, ладно. Этот влог, наверное, завершу. А то у меня что-то видео опять плохо стали выходить. Я ничего не успеваю. Снимать забываю, если честно. Вообще забываю снимать. Да, ребят, я сегодня не накрашенная. Мне даже лень накраситься. Ну, она красится, да, наверное? Как думаете? Пишите обязательно в комментариях. Всем желаю хорошего дня. Всем желаю всего-всего самого хорошего. Если вам интересен наш канал, или вы хотите его поддержать, то оставайтесь с нами. Обязательно напишите ваши комментарии. Поставьте, если можете, лайк. Ну, и всем всего самого хорошего. Мы вас всех любим. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok